Это глобальный мир. Он настолько закручен и завязан, что невозможно теперь в одной стране стрелять, а все остальные будут смотреть и удивляться. Но до конца года у нас только в одной Эфиопии с голода помрет 14 миллионов. Мне одна из компаний немецких предложила 500 тысяч евро на помощь в Конго. Вот ты отвези им гуманитарную помощь, тем ободранным, которых мы обворовали. И христиане массовым образом покидают свои страны. Ищут там, где... Там, где лучше. Они идут за потоками денег. Сейчас есть такая тренд или тенденция, или понятие, которое возникло уже десятки лет, как глобализация или глобализм. Вот какие связи с этим, если мы будем смотреть с духовной стороны, какие в связи с этим есть риски для христиан? Ну, глобализация, с одной стороны, дает нам невообразимые шансы, потому что открылись пути, сообщения, мы очень быстро попадаем из одной страны в другую, в другую, и у нас есть возможности печатать литературу, программу пересылать и так далее, и по социальным сетям работать. И все это открывает... Открыты невообразимые двери. Но проблема только в том, что они открыты не только для нас. Они таким же образом открыты для врага. И, скажем, вот мы сейчас говорили, отвечая на один из вопросов, что делается в этом мире в отношении оккультизма. И вот такая массовая оккультизация мира распространяется движением новой эры, или нового века, которая выросла тут на территории Соединенных Штатов Америки и понеслась по всему миру. И благодаря глобальной системе сообщения у нас в конечном счёте и идёт глобальная оккультизация мира. Поэтому как с одной положительной стороны, так и с негативной стороны глобализм, да, он открывает двери дьяволу. И, ну, конечно, мы можем открыть и двери Богу. Что мне меньше всего в этой всей истории нравится, глобализм, он является феноменом капиталистического мира. Значит, определенные государства живут за счёт других. Скажем, Африка в результате таких глобальной системы, Африка в течение последних лет становится всё беднее и беднее. Хотя ресурсы у них, да, в такой стране, как Конго, эта страна должна быть одной из самых богатых в мире. Там есть всё. А с другой стороны, она одна из самых бедных стран в мире. Почему? И китайцы, и американцы, и европейские. Все воруют. Все сидят там, постоянно обещая этим конголезцам, что вот если вы с нами подпишите договор, то у вас будет тогда и то, и сё, и другое. Мне одна из компаний немецких предложила 500 тысяч евро на помощь в Конго, в северо-восточном Конго. Там постоянные войны действий, там люди убивают друг друга, потому что там находятся самые большие залежи минералов, которые мы употребляем в наших сотовых антеннах, в сотовых телефонах антеннах. И во всех наших сотовых телефонах сидит вот этот минерал. Вот. И, значит, предложили мне 500 тысяч. Я потом начал, провёл небольшое исследование, выяснилось, что они оттуда, из этого северо-восточного Конго вывозят в каждый год материал в размерах 500 миллионов. Вот ты отвези им гуманитарную помощь, тем ободранным, которых мы обворовали, а мы тебе дадим на это деньги. Вот типичная глобальная система. Значит, мы их обворовываем, потом мы им даём немножко гуманитарки, чтобы не совсем сдохли. Как будто же работать надо. И вот эта система, глобальная экономическая система, она, я считаю, страшная проблема. У нас сейчас Россия ведёт войну с Украиной. Там, не знаю сколько, человек уже погибло, потому что статистика со всех сторон другая. Каждый врут по-своему. Ну, если всё поднять на определённый уровень, ну, скажем, 250, ну, скажем, 300, ну, 350 тысяч человек погибло. Это ужасно, это очень страшно. Но до конца года у нас только в одной Эфиопии с голода помрёт 14 миллионов. А в чём виноваты эфиопляне? Почему им не поставляют муку и хлеб с Украины и с России? В чём они виноваты? Они, значит, участвуют в этой войне посредственно. И их людей гибнет намного больше, чем те, которые на фронте. Вот, это глобальный мир. Он настолько закручен и завязан, что невозможно теперь в одной стране стрелять, а все остальные будут смотреть и удивляться. Нет. Вот эта глобальная экономика, она мне, честно говоря, вообще не нравится. Ответ на эти вопросы мы во многих странах решаем следующим образом. Например, у нас целые районы в Германии перешли на районные деньги. У нас свои деньги, местные деньги. Местные деньги. Значит, не евро, а местные деньги. То сами печатают? Ну, бумажки печатают. Сами печатают. Идёт обмен. Я дам тебе, скажем, пять вот этих местных ковриков, а ты мне дашь три вот за это. За то, за сё, за это. Эти деньги не меняются на евро. Они крутятся только в районе, среди людей. И там, где местные деньги вошли в обиход, эти районы поднимаются в экономическом отношении, поднимаются много быстрее, чем все остальные. То есть, это какая-то земля ввела в своё... Не земля. Не земля, а район. Это район. Ресурсы, то есть, не вытягиваются с ними, да? Ресурсы не вытягиваются. Ресурсы остаются на месте. Да. Употребляются людьми. Ну, как вот так вот. Мне сейчас, нам украинцы предложили сюда, в Америку, пересылать своё кофе. Там они его производят, а мы будем здесь получать это кофе. Ну, никто не выращивает кофе в Украине. Значит, Украина заказывает кофе в Бразилии, потом они там это кофе обработали и посылают в Америку. Представьте, какие-то пути, какие-то дороги, да? И это бешеные деньги. А потом удивляются, что кофе вдруг в Америке поднялся в Старбаксе, на кто его знает что. Ну, не потому что украинцы посылают, потому что украинцы ещё не посылают. Ну, хотели бы. Я говорю, вот это глобальная экономика, которая делает из маленькой мышки целого слона. И в конечном счёте страдают всегда простые люди от всего этого. Ну, вот с экономической точки зрения понятно. Вот вы риски чётко показали, что опасность в том, что нет самодостаточности. То есть в том же Конго это только сырьё, там редкоземельные, может, минералы или что-то. А всего, чтобы они там производили, были бы самодостаточны, нет. Потому что они просто какая-то маленькая гаечка, которую используют в глобальном мире. Так же и зерном очень хорошо объяснили. А вот именно для христианства, какая опасность, как вы думаете? Именно распространение информации, вот это опасность глобализации. И распространение информации одна, а вторая – это христиане массовым образом покидают свои страны. Ещё там, где... Там, где лучше. Они идут за потоками денег. Да. И возьмите ту же самую Африку. Африка постоянно в дороге. У нас в Европе каждый год миграция в несколько сотен тысяч. Значит, беженцев из Африки, они бегут не от войны, они бегут от страшного экономического положения. Вот. Они попадают к нам. Эти христиане опустошают свои церкви. Они оставляют свой народ. Да. Они оставили миссионерское поле. Потом мы начинаем посылать туда опять миссионеров, чтобы там миссионировать тех, которым мы миссионировать не можем, потому что не знакомы с их культурой. И начинается миссионерский сумасброд. И я считаю, что эти выходы опять связаны непосредственно с глобализацией. Глобализация открыла двери всемирным миграционным движениям. Я руковожу в Ивановском альянсе между делом сетью по миграции. У нас сейчас в нашей статистике 87 миллионов беженцев. 87 миллионов. И эти люди все оставили свои земли, оставили свои церкви. И, скажем, с Африки бегут христиане. В Конго у нас на момент 85-90% ивальских верующих населений. Ну а как, получается, из 95% верующих? Ну а почему тогда, получается, коррупция, почему вытягивают только ресурсы, и они не могут повлиять на то, чтобы осталось то, что у них там есть? Ну, потому что они не образованы. Возвращаемся к принципу. Мы отдалены от жизни Бога по причине нашего невежества, незнания. Откуда у них незнания? Ну, мы их держали в незнании. Мы их держим в незнании. То есть мы имбусы, да, они, получается, в мэридный материал. Вот мы имбусы, мы говорим, а в эти бусы сильное дело, повесив на свою шею, будешь выглядеть красиво. Когда они как дети, понимаешь? Детей надо воспитать, им надо дать образование, тогда дети будут серьезным делом заниматься. Но попробуй ты их не воспитай. И тогда у тебя будет такой же бардак, как там. Разницы будет ноль. Мы тогда уже идентифицируемся с себя не по нашей сексуальной ориентации, а мы идентифицируемся по нашей человеческой принадлежности Господу Богу, создавшего нас. Выгоняли священников с собрания, забирали церковные здания. Там что делалось, да, в Украине, это был ужас. Владимир Владимирович никогда свои военные действия не называл войной. А это спецоперация. Это возвращение к канонической территории в лоно церкви. Я лично считаю, что это не наше задание. Христос так и сказал, кто возьмет в меч свои руки, тот, отмечаю, погибнет. Серьез, крестьянство всемирное не принимает этот конфликт. А если бы приняли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова